Привет, зрители! Я тут решил заснять, как я делаю от пирожки в 8 утра. Вообще, я сегодня часа 20 с половиной. Но так как я вчера писала до хрена роликов, да ещё саммир оказался минут на 20 с лишним, у меня, оказывается, батарея, как обычно, разряжается. И я, наверное, сейчас тогда поставлю на зарядку и буду опять снимать кусочками, как ту курицу. Уж это не обессудьте! Вот один кусок теста, да, у меня тут на столе всего дофига. И вон там второй кусок теста. А там вообще, говорю, посуды. И ещё в холодильнике у меня есть, не открыть, чтобы показать, что кив. Ну, чтобы перерабатываемый пакет, точнее, до него. И на столе баррикада из четырёх вещей, которые пока ещё не обозрелись. Эти самые, как их там, пустые баночки съесть или выкинуть. И провод, который будет заряжаться, когда я нажму на паузу, в смысле вырублю камеру совсем. Потому что у меня нет другого провода, который втыкается, чтобы снимать и заряжать попутно, в смысле, чтобы его нажрал и заряжал. Короче, у меня там фарш куриный, я хочу булочки с фаршем куриным сделать. Я хотела по рецепту, там какие-то булочки, тюльпаны с фаршем, сыром и ещё чем-то тёртым. Но у меня сыр шаг другой, и я кое-что другое замутила. Такие пироги. Вон-то я достала фарш и частично раскрутила, разрезала один листик. Второй тут ещё лежит. У меня тут кот ошивается, и надо сейчас караулить вот фаршик. Сейчас я его посолю. Насчёт перца не знаю, потому что я не уверена, что у меня есть перец молотый, хотя где-то был вроде. Но я как бы не особо перченая люблю. Вот первая заготовка. Вон там за чайником тарелочка с фаршем солёным. Надо уберечь сейчас вот это всё. Я вам сниму уже потом, как оно будет как бы... Я хочу сверху положить сыр, когда зафигачу. Короче, сниму ещё пару процессов перед тем, как поставлю в духовку. А то тут кое-кто. Очень жаль для этого фарша. В общем, о чём у меня в итоге вышло. И там вообще другое тесто использовалось. Они должны были быть кругленькими. Их сверху надо было надрезать. И помазать яйцом. О, яйцо же ещё, наверное, раздолбать. Короче, я хочу сверху надрезать и положить по кусочку сыра. Там-то сыр в самом фарше был. В общем, вот оно у меня. Планирую, короче, я разрезать вот так вот на крестики. И сюда положить по кусочку сыра. Ну, пока вот оно у меня так, как отрезалось, там яйцо размешала. И вообще, везде мне писалось, что только где я читала, только желтком смазывать. И на одном сайте написано было, что яйцом. Я ещё думаю, что бабушка уже полноценно яйцо смешивала. Только что раздолбливала его. Ну, в смысле, взбивала. Колькому всё-таки фарша перепало. Не только с пальца накапавшего, но и на ложечке. Он, наверное, понял, что о нём говорят. У меня тут по времени совсем чуть-чуть остаётся. Вот это тесто написано. В принципе, оно должно вроде как исперечься. Потому что мне без пяти в усе выходить. Точнее, без пяти девять выходить. Потому что сейчас уже почти по девятому. И пилить до соседнего, почти соседнего к родственникам. К их дому подвозят молоко. У меня тут просто квашка с того молока осталась. Короче, вон той фиговины фиолетовой промаслила. Под солнечным маслом. Сковорю эту сковородку. Ну, в смысле, вот эту хрень. В общем, вот у меня что вышло. Два у меня вот таких. И остальные я уже внутрь самого расширяла, короче, пальцами этот овальчик. И туда сыр высобачивала. И уже помазала этими яичком. Кусочек сыра ещё остался. Ну и вот это я уже, как говорила, буду потом допекать. Поэтому яйцо мне... Ой, случайно у меня тут не туда нажало. А яйцо у меня осталось. Вот, а надеюсь, там всё-таки записалось. Короче, как-то вот. Сейчас буду ставить в духовку. Вот это тесто советуют выпекать сначала 5-7 минут на 230 градусов, а потом уже 10-15 минут на 180. Вот сейчас тогда, короче, так свояю. Я уже кушать хочу. В общем, сползла тут за молоком. Всё-таки некоторые люди не совсем понимают серьезность происходящего. Ну, в смысле, молоко приходит полдесятого. Вчера по телефону я была слегка такая вот на тот момент очень полуживая. И мне моя тетя говорила, идти хотя бы 15 минут десятого, а родственник говорил к девяти. Я к девяти прискакала, даже родственника не было. Он вышел позже. Короче, взяла вывод, что надо в 9-20 подходить к дому. Иначе можно просто замерзнуть очень сильно. У меня кусок ещё теста остался. Я, наверное, чуть попозже уже уделаю. Мне тут мате я попила сегодня и доела. Тут съела, точнее, тут банан, который у меня тут уменьшит такой был. Сейчас я доставлю эти пироги. Вот, не знаю, то ли подремать немножко, то ли после еды всё же начать убираться. Наметилась сегодня мелкую уборку. То бишь, просто подмести и протереть пыль на столе на компьютерном. Но заодно порядок там навести. Влажную уборку, я думаю, буду делать в другое время. В общем, что у меня тут вышло? Сначала, короче, 7 минут держала на 230 градусах. Потом минут 5 на 200 градусах. И уже на 180, и остальное время, это у меня где-то минут 7 ещё было. Ну, тупенькие. Мясяко там просчитывается. Вот такие вот булочки. Сейчас её отщипну. Ну, судя по цвету, я думаю, оно готовилось, это мясико. Сейчас я это с чайком за хомячу. Вот такие булочки от Юли. Сейчас даже фотку сделаю специально для Кукпеда. Потом буду монтировать ролик, и заодно напишу рецептик. Кукпед, блин. Всем спасибо, кто осирил. Всем хорошего настроения, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok